Золотой миллиард имеет теория своего права на существование? Мне кажется, здесь очень важно понимать, что нам подсовывают эти теории для направления наших мыслей в какую-то определенную сторону. Есть информация, что если процент людей, которые изменили свое сознание и вышли в действие, достигнет хотя бы 10%, то начнутся эволюционные изменения. То есть, если у нас сейчас, предположим, 5 таких процентов людей, то нужно еще 5. А чтобы эти 5 появились, то нужно просто этим 5 процентов каждому встать и поднять бумажку. И начинаются изменения. А про Золотой миллиард я встречал такие данные, что если человек будет сильно разумным, как он написан в эволюции, Homo sapiens, то Земля способна прокормить еще столько же людей, если человек будет разумным. Если он будет с Землей в гармонии. Если он будет как сейчас, и это будет продолжаться, то Земля просто как сверхразумное существо примет решение избавиться, очиститься и останется снова. И все равно вернется на круги свое и пойдет с какого-то маленького остатка опять заново, как это когда-то уже было. То есть, мы на пороге большого риска на самом деле. И вот сейчас как на грани шутаемся. Или туда, или туда, может быть. Ребенок поднимает бумажку и несет в урну. То есть, закладываются правильные образы. Почему мы, концепция была магическая уборка. То есть, сразу обозначили, что это не просто некая повинность или просто что-то такое, типа пипиад какой-то создать. Вовсе нет. То есть, есть внешняя сторона вопроса, но есть и внутренняя, да. Магическая уборка подразумевает, что у каждого, кто долучался до марафона, да, происходили определенные внутренние процессы, да. И мы изначально проговаривали, что важно обращать внимание на то, что происходит внутри себя, в тот момент, когда ты выполняешь эти действия по наведению чистоты и порядка. Важно обращать внимание на те мысли, которые приходят, на те чувства, которые появляются, на образы, которые всплывают, вот. И важно это видеть и понимать, ну, откуда это идет. Потому что могут быть всякие вещи, да. И чувство важности, то, что называют гордыня, да. И какие-то мысли, установки протеста, барьера. То есть, типа, что я должен, да, я ж не мусор, а я ж классный. Это люди невежественные, а я ж классный. И вот, когда это проходишь, да, в чем магия этого? Когда это проходишь, ты понимаешь свою роль, вот, и свою ответственность, и свое влияние на общество. И когда ты это понимаешь, то ощущение, что ты выходишь на уровень помощника-творца, да, тот, кем ты, по сути дела, должен быть. Зачем ты здесь? Помогать, чтобы этот мир улучшался, да. То есть, ты агент эволюции. То есть, вот, частичка творца. И ты нормально, ну, в гармонии с этим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok